ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Из-за резкого падения стоимости нефти бензин в России не подешевеет. Это уже сказали не какие-нибудь независимые эксперты, а представители Министерства финансов и Министерства энергетики. В голове среднестатистического россиянина это вряд ли уложится, а вот чиновникам все понятно. По их словам, особый механизм, одобренный правительством и нефтяниками в 2018 году, позволяет не повышать и не понижать стоимость горючего на АЗС при скачках стоимости черного золота на мировых рынках. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз объявил об отзыве 12 с лишним тысяч автомобилей Лада Веста, X-Ray, а также Largus. Они были проданы дилерами с сентября прошлого года по настоящее время. ВИН-коды, как обычно, размещены на сайте Росстандарта. У машин есть вероятность отказа тормозной системы из-за неисправности обратного клапана вакуумного усилителя. Специалисты должны проверить узел и при необходимости заменить клапан. Работы будут бесплатными. ТРАССА СТО ОДИН Автомобили в нашей стране отзывает и Шкода. Это почти шесть тысяч моделей Суперб, реализованных с 2013 года по 2015. Но, слава богу, проблема там не с тормозами, а с электроникой. Как говорится в сообщении Росстандарта, мозги автомобиля могут не распознать выход из строя лампочек передних указателей поворота. Соответственно, водитель не увидит соответствующее предупреждение на приборной панели. Проблема лечится перепрограммированием блока управления бортовой сетью. ТРАССА СТО ОДИН Размеры штрафов за нарушения ПДД в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях останутся на нынешнем уровне. Документ может вступить в силу с 2021 года. О том, что штрафы не поднимут, заявил представитель Министерства юстиции, которая несколько недель назад выступила за их резкое увеличение. К примеру, взыскание за превышение скорости от 20 до 40 км в час предлагалось поднять с 500 рублей до 3000. Это не понравилось многим представителям власти, в том числе премьер-министру Мишустину. ТРАССА СТО ОДИН Один из депутатов Госдумы призвал отечественных автопроизводителей не поднимать цены на продукцию из-за обвала курса рубля. «Наши машины покупают люди с невысоким достатком, а их доходы и без того падают», – заявил парламентарий. Послушают ли автозаводы народного избранника? Хм, вряд ли. К примеру, на Автовазе заявили, что рост цен неизбежен, так как часть комплектующих для «Лады» закупается за рубежом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова